Телеканал КРТ представляет С подзаголовком «Украинский чиновник Арсен Аваков коммуницировал с приятелем Джулиане Львом Парнасом, но в то же время предупредил Марий Иванович, что Джулиане намеревается отстранить ее от должности американского посла». В материале анализируются прежде всего материалы слушаний в Конгрессе в рамках процесса импичмента, согласно которым глава МВД Украины Арсен Аваков помог другу Джулиане Льву Парнасу получить доступ к влиятельным представителям политической и бизнес-среды Украины в процессе, как деликатно указывает издание, выкапывание грязи на Байдена. В то же время, как выяснилось в ходе слушаний, Аваков предупредил посла США Марий Иванович и других должностных лиц посольства США о действиях Парнаса от имени Джулиане и об их попытках отстранить ее от должности. Как утверждала в своих показаниях сама Иванович, в ноябре 2018 года Аваков сказал ей, что на самом деле, да, в нашей стране самые правдивые сказки начинаются с фразы «на самом деле», он не хотел встречаться с Джулиане из-за беспокойства по поводу его деятельности. В феврале 2019 года, по словам Иванович, Аваков специально предупредил ее, что Джулиане работает с Юрием Луценко, тогдашним генеральным прокурором Украины. Цитата. «Чтобы снять меня с моего поста». Конец цитаты. При этом, в течение нескольких месяцев Аваков активно общался с Парнасом, одним из главных представителей Джулиани по Украине. Документы, опубликованные юридическим комитетом Палаты представителей, показывают, что Аваков обменялся с Парнасом не менее 110 сообщениями с 15 апреля по 29 мая 2019 года, а стенограммы указывают, что он встречался с Львом Парнасом минимум один раз. И хотя, казалось бы, один раз не Парнас, однако и Лев Парнас, и его партнер Игорь Фруман сейчас рыдают на американских нарах примерно теми же горючими слезами, что и их соотечественники из неполиткорректного анекдота по поводу рождения первого соотечественника Арсена Авакова. На документах, слушанных в Конгрессе, было приведено ватсап сообщение Парнаса Авакову от 14 мая 2019 года. Цитата. «Мой дорогой друг, я хотел бы поблагодарить вас за вашу помощь и понимание в этой сложной ситуации, и за вашу помощь лично мне. Я сообщил об этом уважаемому Руди, и он в эксклюзивном интервью телеканалу Интер выразил вам личную огромную благодарность. Жду встречи завтра. Спасибо. Пять восклицательных знаков». Конец цитаты. Напомню, что в самом интервью Интеру Рудольф Джулиани особо отметил роль министра внутренних дел Арсена Авакова и его, цитата, «честную позицию понимания этого сложного момента в истории страны». Конец цитаты. На ум почему-то приходит бессмертный Роберт Бернс. Нет, у него не лживый взгляд, его глаза не лгут. Они правдиво говорят, что их владелец – плут. Далее в жанре западных канонов неполживой журналистики представители различных грантовых антикоррупционных организаций Украины дают исключительно негативные характеристики Арсену Авакову. Сами же авторы статьи напоминают, что подчиненные Авакова причастны к многочисленным нападениям на деятеля оппозиции, что сам Аваков был связан и прикрывал крайне правые организации, такие как Национальный корпус, который Государственный департамент США именует националистическими группами ненависти. Лично я, как человек, имеющий многочисленные компрометирующие генеалогические связи, в том числе и с нацией, которой принадлежит Арсен Аваков, имея основание гордиться условным соотечественникам, умудрившимся встать одновременно по обе стороны республиканской демократической баррикады, причем в момент наиболее острого двупартийного противостояния. Но очевидно, что эта поза по обе стороны баррикады неустойчива, ибо, как показывает рецензируемый материал в NBC News, рано или поздно баррикады начинает интенсивно натирать между ног. Впрочем, вся история с импичментом Дональда Трампа скорее не об украинском следе в американской политике, а об внутриамериканских разборках в украинском контексте. А вот об очередном, абсолютно типичном, особенно для последних нескольких лет, случае отношения американского истеблишмента к независимости украинской власти сообщает нам влиятельнейший Форбс в статье от 17 февраля под названием «Украина при помощи США готовится отказать Китаю в заключении сделки в области авиастроения». В материале идет речь о стратегической компании авиастроительной отрасли «Мотор Сич», которую хочет купить Китай, а Америка пытается ему помешать. В статье говорится, что антимонопольный орган Украины готовит судебный иск в попытке заблокировать сделку, дающую Пекину доступ к уникальным оборонным технологиям. И ключевую роль в этом процессе играет дипломатическое и техническое содействие США. Короче, это был неправильный инвестор, и у него, разумеется, неправильные доллары. Журнал напоминает, что в июне прошлого года китайская авиакосмическая компания «Скайризон» объявила о своем намерении приобрести контрольный пакет предприятия «Мотор Сич». Сумма сделки не оглашалась, и ее должен был утвердить антимонопольный комитет Украины. Но сейчас это ведомство заявляет, что у него есть серьезные доводы против заключения сделки, которая может стать камнем преткновения в глобальном военном и политическом соперничестве между Китаем и США. Автор статьи цитирует главу антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева, который заявил, цитата, «В настоящее время мы, по сути дела, расследуем два вопроса – последствия от этой сделки для рынка, и второе – мы изучаем то обстоятельство, что китайская сторона в начале 2017 года могла незаконно приобрести контроль над «Мотор Сич». По мнению господина Терентьева, существует немало доказательств того, что «Скайризон» уже контролирует «Мотор Сич» через офшорные компании. Более того, глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев рассказал в декабре прошлого года информационному агентству «Украинформ», что сделка уже заключена. Если выяснится, что сделка была заключена с нарушением антимонопольного законодательства, все изменения в структуре собственности будут отменены, а компанию могут оштрафовать на сумму до 5% от ее оборота. Это станет болезненным ударом по ее и без того отчаянному финансовому положению. В материале «Форс» приводятся важные признаки того, что официальный Киев твердо настроен не пропустить эту сделку. Так, в прошлом году Министерство финансов заложило доход в сумме 100 миллионов долларов от новых китайских владельцев в специальный фонд, предназначенный для развития украинской авиакосмической отрасли. Однако в бюджете на 2020 год такой строки нет. То есть Министерство экономики, следящее за событиями в компании «Мотор Сич», не рассчитывает на доходы от ее продажи. В августе советник по национальной безопасности, ныне бывший Джон Болтон, обсуждал этот вопрос с высшим украинским руководством, в том числе с президентом Владимиром Зеленским. В ноябре Wall Street Journal сообщил, что администрация президента США обратилась к руководителю частной военной компании и неофициальному советнику Трампа Эрику Принцу с предложением купить «Мотор Сич». Да, это тот самый Эрик Принц, президент и основатель крупнейшей и известнейшей в мире частной военной компании «Блэк Вотер». Правда, он скорее член команды вице-президента Пенса, но не будем цепляться к мелочам. Что интересно, вице-президент ЧВК «Блэк Вотер» Джозеф Кофер Блэк является независимым членом совета директоров украинской компании «Бурисмо». Да, той самой, на расследовании связей которой с семьей Байденов настаивал Дональд Трамп. Как говорится, неисповедимы пути коррупции, или кто к нам со своей коррупцией придет, тот в нашей и завязнет. В статье Forbes утверждается, что американское руководство не возражает против любых иных покупателей, главное, чтобы ими не стали китайцы. В дополнение к дипломатическим усилиям США проводят закулисную работу на Украине, чтобы сорвать эту сделку. В последние месяцы, по информации издания, представители США как минимум четыре раза встречались с членами антимонопольного комитета, чтобы обсудить это дело. В статье приводится еще немало интересных фактов, однако ключевой момент состоит в том, что, судя по всему, поздно пить боржоми. По словам бывшего сотрудника Минобороны Украины, решительно пожелавшего остаться неизвестным, цитата, «Китайцы наверняка уже давно провели выемку всей документации и забрали к себе людей, но они не смогут это легализовать без поглощения». Конец цитаты. Насчет уже проведенной выемки документации сомнений как-то нет. Сложнее представить себе переживания китайцев по поводу легализации полученного.